В правительстве Тувы обсудили вопросы подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодия и мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с ним на территории республики в текущем году. Прежде всего, глава республики подчеркнул, что первые должностные лица на местах несут персональную ответственность за оперативные действия в ходе любых ЧАЭС и напомнил, что в прошлом году произошли две чрезвычайные ситуации, связанные с потоплением населенных пунктов на территории Дзунхемческого и Кызылского районов. Тогда ущерб составил более 4 миллионов рублей. По предварительному прогнозу, в 2018 году в зоны возможного потопления попадают 15 населенных пунктов. Это город Кызыл, ЛДО, правобережные дачи и микрорайон Орбита, поселок Ахим, город Туран, село Сарыхсеп, город Чадан, село Шуй Байтагинского района, местечко Алаш и село Шекпер Барунхемческого, село Иетал Улухемского района, село Элегист, село Торахем и Чазалары Тожинского района, село Алданмадр и Карачара Судхольского района, а также село Эрзин. Сегодня принимаются организационные меры, создана противопаводковая подкомиссия. Глава ТУВИ Шалбан Кароу поставил задачу, чтобы к мероприятиям по безаварийному пропуску весеннего половодия и паводка подключились в Тувинский гидрометцентр, который должен оперативно информировать о прогнозе гидрологической обстановки на период прохождения весеннего паводка. Миндор Транс ТУВИ обязан иметь полную готовность к предоставлению транспорта для проведения эвакуации населения из зон возможного затопления, доставки сил и средств к местам проведения аварийно-спасательных работ, быть готовым к созданию резерва горюче-смазочных материалов для обеспечения этих мероприятий. Минздрав ТУВИ должен предусмотреть оказание медицинской помощи пострадавшему населению и личному составу поисково-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления. Минсельхозу ТУВИ поручено подготовить места временного размещения сельскохозяйственных животных, вывоза кормов. Региональному МВД рекомендовано рассчитать силы и средства для обеспечения охраны общественного порядка, организации безопасности дорожного движения на маршрутах ввода формирований в районы возможных чрезвычайных ситуаций, маршрутов и эвакуации населения, обеспечения охраны финансовых и материальных ценностей в зонах бедствия и т.д.